Когда мы говорим про отдаленные города у черта на рогах, мы называем их Урюпинск, Бобруйск, ну и так далее, если без мата. Когда мы говорим про неизвестного человека в контексте «черт знает кто», а американцы иногда говорят «Average Joe». В юриспруденции есть термин, который звучит одинаково на всех языках. По отношению к мужчинам он звучит как «Джон Доу», к женщинам как «Джейн Доу». Этим термином обозначают анонимную жертву, конкретно неопознанное тело. Если установить личность обнаруженного мертвого не удается, ввиду того, что при нем нет ни документов, ни родственников, которые могли бы его опознать, в судебном процессе ему присваивают имя «Джон Доу». Иногда этим же термином называют больных, доставленных в больницу в коматозном и бессознательном состоянии, имена которых узнать пока что не удалось. Самое знаменитое загадочное дело с неопознанным телом и смертью при неизвестных обстоятельствах остается, конечно же, дамом Шуда. Буквально пару месяцев назад стало известно, что звали погибшего Карл Уэбб, но вот причины смерти по-прежнему неизвестны. Однако в случае тама Мшуда тело было обнаружено неразложившимся, и с тех лет даже остались фотографии труба. Что делать, и как пытаться опознать тело, если с момента смерти прошло уже много времени? Или есть ряд обстоятельств, которые привели к разложению до полной неузнаваемости? Звучит как вступление к какому-то True Crime видосу, но это видео все-таки немножечко про другое. Так или иначе, мы с вами на моем канале постоянно обсуждаем щекотливые темы, и чем больше мы в них углубляемся, тем больше лично я начинаю скучать по свободному интернету. А сегодня без VPN в интернете вообще никак. Вспомните старый девиз. Я не делаю ничего противозаконного, однако чем я занимаюсь, не ваше дело. А с сохранением вашей полной конфиденциальности в интернете вам поможет Surfshark VPN. Он не только скроет ваши действия в интернете, но и даст вам возможность получать доступ к желаемому контенту, в том числе к заблокированным в России стриминговым сервисам и медиа. Ну и конечно, как мы помним, чем сильнее атака, тем сильнее должна быть и защита, и Surfshark отлично справляется и с этой миссией, защищая все ваши личные данные, например, при передаче файлов или покупках в интернете. Кстати да, сервис поможет избежать вам ценовой дискриминации. Меняя геолокацию, вы сможете найти выгодные предложения на товары по всему миру. Интерфейс наипростейший и интуитивный, но если вы не особо угораете по всяким технологиям и в чем-то не разберетесь, пишите в круглосуточную поддержку, вам помогут. Стоимость подписки и так низкая, а по моему промокоду FFT вы получите скидку в 83% и 3 месяца пользования в подарок. Ссылочка и промокод естественно в описании. Взгляните на эти лица. Что объединяет всех этих людей, кроме эффекта зловещей долины, которую они создают? Дело в том, что все эти люди мертвы. Но эти фотографии, если так можно выразиться, это не постмортом в привычном понимании. Все они являются реконструкцией внешнего вида мертвеца, основанной на сильно разложившихся останках. Когда на лице остается минимум тканей или тело наоборот мумифицируется, то предположить, как человек выглядел до смерти, сколько прошло времени и что послужило причиной, становится очень трудно. Для приблизительной реконструкции раньше использовали метод Михаила Герасимова, антрополога и археолога, благодаря трудам которого мы знаем, как выглядели пещерные люди. Суть метода в том, чтобы по форме черепа и толщине оставшихся мягких тканей восстановить рельеф и форму лица при жизни. Вещи, найденные при погибшем, такие как очки или украшения для волос, тоже помогают процессу. Конечно, сделать это достоверно довольно трудно, особенно восстановить нос и щеки, поэтому результаты выглядят по меньшей мере неестественно, хотя в 40-х годах для криминалистов результаты были просто сногсшибательными. Тем не менее, методики реконструкции лиц совершенствуются по сей день и становятся все лучше и лучше. Большинство из них, естественно, делается на компьютере. Правда, не всегда за это дело берутся профессионалы. В 2014 году пользователь под именем Гурами Вотчер, известный также по подкасту From the World, A True Crime Podcast, основал свою Вики по случаям неопознанных найденных тел. Все бы ничего, однако отзывы юзеров про Вики и ее авторов неоднозначны. За некоторыми из модераторов был замечен не столько научный, сколько больше нездоровый интерес к исследованию разложившихся тел. Внушительная часть работ на сайте представляет собой восстановленные в фотошопе посмертные фотографии из морга по черепам и остаткам мягких тканей. Все остальное, восстановление цвета лица, глаз, волос, формы щек, носа, является вольной интерпретацией. Автор признавался, что получает от этого процесса какое-то особое удовольствие. Примечательно, что результаты фотошопов зачастую редко соответствуют фотографиям тел после опознания, как и в принципе зачастую слабо похожи на людей. Одна из самых знаменитых и жутких фотографий из неопознанной Вики известна под именами «Тело из чемодана» или «Лорел». Этот портрет засветился не только на Unidentified Вики, но и в крипе-сообществе. Лицо Лорел – это один из персонажей мода для Roblox – Nikos Next Bots. В этой наполовину степной модификации игрок убегает от спрайтов всяких страшных и мемных персонажей, однако бот Лорел был удален из проекта почти так же быстро, как появился. Причина была в том, что авторы моды узнали, какое у этого портрета происхождение, а история у него такая. В 2014 году в Висконсине были найдены останки девушки в сильно разложившемся состоянии, не позволявшем опознать жертву. Тело пролежало более двух лет. Его обнаружили в чемодане, частично завернутое в мусорный пакет, в обнаженном виде, с веревкой вокруг шеи и БДСМ-кляпом во рту. Погибшей девушке было 19 лет. Этот жуткий скетч диспропорционального лица разработала полиция Висконсина. Видимо, тело жертвы было до того разложившимся, что хотя бы частично восстановить его было практически невозможно. Однако, надо сказать, глаза, скулы и зубы действительно схожи. Впрочем, это может быть даже сделано специально. Говорят, чтобы хорошо создать, например, персонажа в игре на основе реального человека, нужно взять выделяющиеся черты лица и как бы еще больше их преувеличить, акцентировать. Примерно по такому же принципу рисуются шаржи. И именно благодаря этому скетчу и выделяющимся чертам лица жертву удалось опознать. Некто Соня Собел узнала на этой фотографии свою подругу Дженни Гамес, причем безо всяких сомнений. Экспертиза по зубам подтвердила сходство. В 2012 году некто Стивен Зелич, известный под ником Мистер Хэнд Кафс, 50-летний мужчина, как обычно, серчил свой любимый сайт по тематике БДСМ и садомазохизма в поисках партнеров. Там он познакомился с 37-летней Лорой Симонсон и 19-летней Дженни Гамес. Хм. Подруги описывали Гамес как веселую, доброжелательную и простодушную девчонку. Интересно, как ее туда занесло. Дженни поехала навстречу к Зеличу, сказав семье, что просто переезжает. Семья не уделила этому особого внимания, что тоже странно. На первом же свидании Стивен, по своему признанию, случайно задушил Дженни во время секса, но нет подтверждения, что убийство не было намеренным. Труп пришлось прятать в чемодане, который он хранил у себя дома. Через год была убита и 37-летняя Лора Симонсон, точно таким же образом. И ее тело Зелич прятал точно так же. Через год чемоданы с телами были обнаружены в его машине. Стивена арестовали и приговорили к 35 годам лишения свободы. 25 лет за убийство и 10 за сокрытие трупов. На допросе он рассказывал об убийствах спокойно и хладнокровно. Ирония в том, что Стивен на тот момент сам был офицером полиции. Бека. Так на неопознанной Вике прозвали эту женщину. Она же Джейн Доу из Эльбукерки. Как ее звали по-настоящему, данных нет. Невзирая на наличие фотографии, достоверно установить личность Бекке так и не удалось. Предположительное имя Бекка также выявилось совсем недавно. В 2021 году. С учетом, что тело обнаружили еще в 91-м. Фото улучшено с помощью нейросети. Обстоятельства смерти и место преступления напоминают фильмы Дэвида Линча. Утром 3 июня 91-го года водитель грузовика Эдуарда Коллин остановился в отеле Супер-8 в Эльбукерке на два дня. 5 июня он должен был выписаться, однако не подошел на ресепшн и охранник пошел проверить его номер. Номер 233. Комната была заперта изнутри и охраннику пришлось взламывать ее с помощью отвертки. Естественно, Эдуарда внутри не было. Внутри номера на столе лежала фотография женщины с мужчиной, маленькие настольные весы со стилизованной надписью «Джордж Мартинес», женская сумочка и куча бутылок с алкоголем. Но самое жуткое открытие ждало охранника в ванной. Там он обнаружил тело повешенной женщины. За три дня она успела сильно разложиться. Нельзя было точно сказать, ее ли эта фотография лежала на столе. Нельзя было даже установить приблизительный возраст. Ей дают от 18 до 35. Но полиция сделала реконструкцию по постмортому, и черты совпадают. По вполне логичному заключению, смерть Бекки была самоубийством. В теле был обнаружен героин. Вероятно, именно на этих весах гости отеля взвешивали дозы. Администрация отеля опознала мужчину на фотографии, как, собственно, недавнего посетителя Эдуарда Коллина. Поэтому появилась версия, что это совместное фото сделано в день смерти Бекки. И полиция тут же бросилась искать Коллина. Однако вычислить его никак не удавалось. Спустя много лет полиция смогла выйти на контакт с его семьей. Однако, сам Эдуарда к тому моменту был уже мертв. Тем не менее, когда его семье показали то самое фото, оказалось, что на нем изображен не он, и ни мужчину, ни женщину с фотографией они не знают и никогда не видели. Скорее всего, в наркотическом угаре Бекка просто наложила на себя руки. Был ли Эдуарда свидетелем или нет, неизвестно. Был ли он причиной ее желания повеситься, тоже неизвестно. Были ли они вообще в этом номере вдвоем или разминулись заранее, также никто не мог сказать наверняка. Снимок, вероятно, был сделан в торговом центре в будке для мгновенных фотографий. За это время Бекка могла встретиться и разойтись с кем угодно. Кто такой Джордж Мартинес и почему его имя написано на весах, остается неизвестным. У меня даже есть мысль, что, может быть, некий Джордж и Мартинес – это два разных человека. Например, Джордж – это мужчина с фото, а Мартинес – фамилия Бекки. Есть версия, что она была латиноамериканского происхождения. Вот зачем им только было бы делить настольные весы на две половины? На 2022 год известно лишь, что возможное место жительства Бекки – Лос-Анджелес. В попытках идентифицировать тело полицейские сделали версию фотографии с нейтральным выражением лица. В контексте этой истории обе версии фото выглядят несколько устрашающе. Но страшнее всего, что за 30 лет следствия и достаточного количества данных по погибшей в публичном доступе – фото лица, одежды, личных вещей – никто не явился в полицию по ее душу. Может, поэтому ей и надоело жить? На неопознанной Вике можно найти и данные по нашим соотечественникам, среди которых жертвы и того же Чикатило. Как мы помним, список его убийств был колоссальным, и неудивительно, что всех не смог запомнить даже он сам. На сайте засветился знаменитый в узких кругах убийца из Улан-Удэ – 50-летний Кигашбек Рунбаев. Ему приписывают 4 убийства, 2 жертвы из которых до сих пор не опознаны. В 2007 году Кигашбек познакомился с девушкой, они вместе поехали на такси в село Мясокомбинат. Они распивали алкогольные напитки, Кигашбек предложил своей жертве секс, но она отказалась. Тогда он взял ее силой. Однако он сперва ее задушил и только потом надругался над трупом. Тело он расчленил и бросил у реки. На западе жертва известна под именем Джейн Доус Мясокомбината. Рунбаев совершил несколько убийств такого же характера. Он расправлялся с женщинами после непродолжительного знакомства на первом свидании. Две из его жертв остаются неопознанными спустя даже 15 лет. Методика восстановления лиц по слепкам и постмортам усовершенствуется. Однако старые фотографии 70-80-х годов старались сделать максимально красочными, отчего они выглядели еще более неестественно и жутковато. Выражения лица старались всегда сохранить нейтральным, дорисовывали красивый живописный фон и нарядную одежду. Чем-то эти фото похожи на окна диалогов с персонажами в старых РПГ или стратегиях. Например, здесь мы видим на фоне лесистых гор в закатных лучах солнца мужчину по прозвищу Одноглазый Джек. Иронично, что, к вышесказанному, в Fallout 3 есть герой с таким же именем. В 78-м году Джека убил водитель, который согласился его подвезти, когда тот сигналил на дороге. Водитель задушил и нанес Джеку несколько колотых ранений, а тело сбросил в лес. Причиной конфликта стало, как оказалось, то, что, как выразился убийца, Джек действовал ему на нервы. Джек был женатым мужчиной, работал на автомойке, и глаз потерял в результате инцидента на работе. Убийцу посадили пожизненно, в начале нулевых он скончался. С тех пор прошло 43 года. Несмотря на то, что у Джека была семья, а отсутствие одного глаза вполне выделяющийся признак, его так и не опознали. В наше же время с уверенностью сказать можно только об одном — подписывайтесь на мой Телеграм. Так вы точно ничего не пропустите, а если хотите поддержать контент, подпишитесь на Бусти, поскольку в России спонсорской подписки на Ютубе уже нет. А темы для следующих видео можете предлагать куда захотите. Главное, чтобы я увидел, и у вас было что-то интересное. Страницы неопознанной Вики обновляются по мере идентификации трупов. Джейн Доу из Вокер Каунти, тело которой было обнаружено 1 ноября 1980 года оставалось неопознанным 40 лет. На момент смерти ей было всего 14. При жизни у нее, судя по всему, были проблемы с законом. Ровно за год до смерти ее забрали в приемную семью, где она должна была задержаться под присмотром до тех пор, пока ей занималась инспекция по делам несовершеннолетних. Не дождавшись судебного слушания, девочка с двумя так называемыми сестрами сбежала из дома, но они все-таки позже решили вернуться домой. Сама же девочка добралась до Висконсина и отправила оттуда письмо своим родителям в Денвер, пообещав, что не выйдет на связь, и они ничего о ней не услышат до тех пор, цитата, пока ей не исполнится 18 или 21. Видимо, затаила большую обиду. 1 ноября 1980 года рано утром дальнобойщик, державший путь мимо национального заповедника Сэм Хьюстон, обнаружил голое тело, лежащее в траве лицом вниз. Из одежды на ней был лишь кулончик и пара красных сандалий, валявшихся поодаль. Лишь в 2021 году стало известно, что имя жертвы Шерри Джарвис. Еще живую Шерри, пока она была в бегах, однажды видели на заправке. Сотрудница поинтересовалась, где родители девочки, хоть та и пыталась соврать, что она совершеннолетняя. На что Шерри ответила, да кому какое дело? Интересно, что же у них был за конфликт. Причиной смерти Шерри стало удушье. Перед тем, как задушить, ее убийца надругался над ней и изнасиловал анально и вагинально каким-то тупым предметом, предположительно рукояткой молотка. Вследствие этого у Шерри были сильные кровотечения, которые он заткнул ее же чулками и бельем. Частью этих же чулков он и перетянул Шерри горло. Жертва была очень сильно избита, в том числе по лицу, и на плече была глубокая отметина от укуса. Подозрения в убийстве пали в первую очередь на дальнобойщиков, с которыми Шерри могла в теории ехать автостопом по стране, пока находилась в бегах. Идентифицировать или допросить любого из них не удалось. По другой версии, убийство могла совершить женщина. На теле Шерри не было найдено спермы, а изнасилование совершалось посторонним предметом. Одним из подозреваемых был даже известный маньяк Генри Ли Лукас, на счету которого около 50 убийств по версии следствия и более 100 с его собственных слов, каждое из которых было также совмещено сексуальным насилием, каннибализмом, поджигательством. Последняя из версий следствия по делу Шерри Джарвис дала преступнику прозвище «убийца с трассы I-45». В окрестностях этой техасской магистрали было найдено еще три женщины, две из которых остались неопознанными. Они также подверглись сексуальному насилию и были задушены. Предполагается, что это серия убийств одного маньяка, однако же его существование в принципе не доказано. Настоящий убийца так и не был найден. Шерри идентифицировали по генетическому материалу в 2021-м, после эксгумации. Среди друзей у нее было прозвище «Тати». Как оказалось, в 13 лет она была арестована всего лишь за систематические прогулы в школе. Выводы можно сделать разные, либо о слишком жестоком решении по закону, либо о том, что в таком возрасте надо в первую очередь думать об учебе. Случай Шерри Джарвис – один из немногих, когда репродукции лица по слепкам действительно очень похожи на самого человека. В некоторых историях репродукции остаются единственным свидетельством, что какой-то человек существовал в принципе. Иногда даже ни с помощью проверенных, ни с помощью современных технологий восстановить лицо не предоставляется возможным. В 89-м году в Хьюстоне Техас был обнаружен труп женщины лет 40-50. В прессе ее прозвали «красные ногти». Тело было в полностью разложенном состоянии, но если до этого момента следователям это не мешало восстановить примерный внешний вид жертвы, то в этом случае все было немного сложнее. Верхняя часть головы женщины отсутствовала, превратившись в кровавое месиво. Именно поэтому на своем портрете она изображена закрывающее лицо рукой. Установить причину смерти было крайне проблематично, однако с наибольшей вероятностью это было убийство. Возраст не определен, время смерти не определено, примерная внешность тоже не поддается восстановлению. Предположительно, ее голова могла быть размозжена выстрелом из ружья или каким-то тяжелым предметом. На теле присутствует много следов избиения, так что, может быть, действовал и не один человек. Навскидку напоминает какую-то жестокую казнь из гангстерских фильмов. Но интересен тот факт, что ровно в тот же день в Хьюстоне было найдено еще одно тело, которое не удалось опознать. Ровно как и не удалось подтвердить, связаны ли эти дела между собой. В конечном итоге в 2005 году первая жертва была опознана как Шерил Боуман. Была обнаружена еще одна фотография ее тела в одежде с аксессуарами. О ее жизни известно, что она так же, как и Шерри Джарвис, оборвала все связи со своей семьей и уехала, куда глаза глядят, чтобы в итоге встретить свою кончину от до сих пор неопознанного убийцы. На неопознанной Вике встречаются беспрецедентно беспощадные случаи жестокости. В 2001 году в Миссуре нашли тело маленькой чернокожей девочки трех лет. Пресса окрестила ее как «Прелестная Доу». Обезглавленный и обнаженный труп был обнаружен возле парка Канзас-Сити. На нем были явные следы насилия. Голову нашли лишь через три дня недалеко от места происшествия. Она была завернута в мусорный пакет и сильно разложилась. Однако не обезглавливание стало причиной смерти. По основной версии она умерла от избиения. По останкам удалось сделать цифровую глиняную реконструкции. Сходство получилось минимальным. На настоящих фотографиях «Прелестной Доу», найденных позже, она, конечно, выглядит в десятки раз более живой. В 2005 году девочку опознали. Ее звали Эрика Грин. Она была убита собственными родителями, матерью и отчимом. В тот момент они находились в сильном алкогольном и наркотическом опьянении. Отчим избил Эрику тяжелой пепельницей за то, что она отказывалась идти спать. После долгого избиения мать пыталась разбудить дочь холодной водой, но это не помогло. От идеи вызвать врача они отказались, поэтому решили сокрыть труп. Чтобы спрятать тело, мать Эрики положила ее в коляску и сказала соседям, что повезла к няньке. Глубоко в парке, в уединенном месте, отчим долго отрезал телу Эрики голову садовыми ножницами, чтобы запутать следствие в случае обнаружения трупа. Отчим Харрол Джонсон произошел из неблагополучной семьи и однажды уже был судим и сидел в тюрьме, однако в этот раз его уже точно не выпустят. Он отбывает пожизненный срок без шанса на УДО. Мать Эрики получила 25 лет. Помимо девочки, у семьи было еще 8 детей. Всех их отправили к ближайшим родственникам или по детским домам. Опознать девочку спустя 4 года после обнаружения помог ее дед. Мать Эрики, Мишель, на допросе полиции сама во всем созналась, когда увидела фотографию дочери. Она даже написала на ее обратной стороне как бы письмо с извинениями. Даже Харрол, будучи неродным отцом, не удержался и расплакался. Но, конечно, мы с вами понимаем, что эти извинения никак не смягчают их вины. Я думаю, что это было не так уж и не так уж и не так уж и не так уж. Но, безусловно, самый печально известный случай неопознанного убийства несовершеннолетнего и одна из самых посещаемых страниц Unidentified Wiki — история про мальчика в коробке. 65 лет назад, в феврале 1957-го, нашли обнаженное мертвое тело мальчика 3-7 лет, завернутое в одеяло и помещенное в картонную коробку. На нем также виднелись ярко выраженные следы насилия и избиения. Ирония в том, что нашел его студент Фредерик Бенонис, который не хотел сообщать в полицию, потому что сам он был вуайеристом и околачивался в районе с целью подглядывать за одинокими женщинами и влюбленными парами. В итоге он, боясь быть арестованным, прождал целый день, прежде чем звонить в полицию. Прежде чем сознаться в своих странных наклонностях, Фредерик выдвигал полиции версию, что расставлял капканы на зайцев. Такие капканы действительно были в посадке, где нашли тело, но принадлежали они другому человеку. Джону Пау Разнику, который, как выяснилось, тоже видел тело еще два дня назад, но побоялся звонить в полицию, поскольку у его брата был печальный опыт. Его посадили под стражу за обнаружение трупа самоубийцы, полагая, что на самом деле суеты не было, а смерть произошла в результате нападения. Реконструкций внешности мальчика предельно много. По некоторым версиям это даже могла быть девочка. Рядом с трупом обнаружили состриженные уже после смерти волосы, возможно в целях сокрытия улик. Почти ни один из скетчей не похож на маску слепок. Естественно, убийца также не был обнаружен, но есть несколько портретов предполагаемого мужчины, с которым в теории могли видеть жертву последний раз. Несколько дней тело пролежало в морге, ожидая появления родственников, но чаще всего полиции приходили звонки от невменяемых людей, признававшихся в убийстве собственных детей. Все из них были просто неадекватным жестом впечатлительных слабоумных мужчин и женщин. В 60-х от безысходности за помощью обратились даже к экстрасенсам, сделавшим заключение, что мальчик был из приемной семьи. Его часто избивали за непослушание, которое было следствием его врожденного слабоумия. Интересно, что, скажем, подозреваемая семья с приемными детьми не соглашалась с, скажем, показаниями, но пройти тест на детекторе лжи отказалась. Однако случай мальчика в коробке предельно длинная и запутанная история, и пересказывать ее здесь целиком точно не получится. В 2021 году проведена эксгумация тела, чтобы установить генеалогическое древо мальчика в коробке. На основе всей этой истории даже был снят одноименный фильм. Но самое занимательное здесь то, что по сей день в Америке существует 24-часовая горячая линия, которая принимает звонки от всех, кому есть что сказать по этому делу, и что могло бы помочь следствию. И на самом деле. Интернет-сообщества активно занимаются попыткой раскрыть подобные дела, опознать жертв. Среди любителей этого занятия много юзеров даже с реддита. Большинство ресурсов и баз данных являются открытыми и вседоступными. Именно для того, чтобы любой мог обратиться в органы, узнав кого-то из своих родственников и знакомых. Люди в интернете несколько раз помогали опознавать погибших. Сама Unidentified Wiki принадлежит людям с нездоровым интересом к исследованию неопознанных трупов. Так что возможно даже кто-то из вас мог бы в теории посодействовать следствию. Но конечно я вам этого желать не буду.